Ольга Курносова, российский политический аналитик, присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте. Вот мы вместе с вами посмотрели сюжет, как российское командование завышает количество уничтоженной техники на поле боя о том, как воюют с муляжами. Но вопрос о другом. Британская разведка утверждает, что уже до конца этого года кремлевские власти планируют призвать дополнительно 420 тысяч человек. Но примерно такую же цифру и наш генштаб называет. Насколько реальной вам кажется вот эта цифра? Решится ли на это Путин? Да, вот одни выборы уже прошли, но впереди еще одни выборы в 2024 году. Вы же слышите, как все время они отрицают необходимость мобилизации. Буквально вчера на Восточном экономическом форуме Путин еще раз сказал, что нет, 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 нам никого не нужно мобилизовывать, у нас всех хватает. Вот это и пугает как раз. Каждый день кто-то идет. На самом деле, конечно, эти цифры, это примерно то, кого им нужно войска затащить. И это то, что Кремль очень пугает. Сейчас идет осенний призыв. Пока еще непонятно, насколько эти контрольные цифры им удастся выдержать. Но в Кремле прекрасно понимают, что масштабная мобилизация – это одно из немногих вещей, которые способны обрушить внутреннюю ситуацию в России. Потому что даже, понятно, что опросам в современных условиях доверять нельзя. Но даже эти опросы показывают, что поддержка войны в российском обществе постоянно падает. И в этих условиях объявлять массовую мобилизацию, или даже не объявляя, пытаться ее проводить, очень для властей опасно. Ну вот, в такой растяжке они и находятся сейчас. Встречу двух диктаторов хотели с вами обсудить. Ким Чен Ын и Путин встретились сегодня на космодроме Восточный. Северокорейский диктатор много говорил об искренности российских друзей, о том, как он вместе с Путиным готов бороться против мирового империализма. Ну и, конечно же, он поддержал его в войне против Украины. Как вы оцениваете этот визит, вот эту показную дружбу на камеры, и что диктаторы хотят получить друг от друга? Знаете, была такая старая песня «Вот и встретились два одиночества». Вот это примерно про это, про эту встречу на самом деле. Но, тем не менее, все это было бы смешно, когда бы не было так грустно. На мой взгляд, сейчас их переговоры – это, в первую очередь, переговоры об оружии. Россия хочет от Северной Кореи оружие, все то, что они могли бы поставить. В том числе, какое-то старое советское, которое раньше Советский Союз поставлял Северную Корею, и которое они не использовали, которое лежат у них на складах. Соответственно, что хочет Ким от Путина? На мой взгляд, самое главное, что он хочет – это ядерные технологии. И зная подлость и мстительность Путина, на мой взгляд, что-то он может и получить. По крайней мере, каких-то российских ученых, которые помогут Корею продвинуться в этом вопросе. Вот, на мой взгляд, ситуация примерно такая. Скажите, а Путин может попросить о живой силе, например, и решится ли на это Ким дать живую силу выпустить своих солдат за границу страны? Не думаю, потому что дело в том, что корейские солдаты могут там сразу разбежаться и далеко не пойти. И потом, сколько им еще ехать надо через всю страну, сколько доедет, сколько растворится на необъятных российских просторах. Не так-то просто их удержать, потому что даже каждый приезд делегации какой-то – это всегда большое напряжение сил и средств. Потому что все, кто может, пытаются как-то затеряться и куда-то убежать. Так что не думаю, что может идти речь о живой силе. А вот о советском оружии вполне да. Собственно, мы же все видим, как много старого оружия Россия использует. Да, конечно, оно гораздо хуже, чем то, что есть в современной образце. Но его много. И этих старых снарядов, и этих старых пушек. И при том количестве смертоносного железа, который Россия опрушивает на голову украинцев, к сожалению, это все играет значение. Даже вот это старье. Соединенные Штаты предупредили Ким Чен Ына, чтобы он не смел передавать это оружие Путину и пригрозили санкциями. Но как вы думаете, сработает ли вот такое предупреждение? Я боюсь, что нет. Я думаю, что Соединенные Штаты для Кима роли не играют. А вот если Китай посчитает, что слишком много происходит. Мне кажется, что для Китая вот эти переговоры, и в первую очередь Ким, и даже во вторую очередь Путин, это тоже некая переговорная позиция, в первую очередь переговоров с Соединенными Штатами. И вот на что они готовы обменять вот этих двух злых клоунов, это на какие-то экономические послабления для своих китайских товаров. Для Китая это сейчас первоочередная история. И мы же понимаем, что на самом деле именно Китай – вторая экономика мира сегодня. И по большому счету экономические интересы у председателя Си достаточно серьезные, да и политические интересы. Поэтому вот эти два, так сказать, целлулоидных кубца, они, конечно, могут принести большой ущерб, но Китай думает, что он в состоянии их сдержать. – На восточном экономическом форуме во Владивостоке Путин вспомнил вдруг Анатолия Чубайса и заявил следующее. Я процитирую. Мне показали какую-то фотографию из интернета, где он уже не Анатолий Борисович, а Муше Израалевич какой-то там. И знаете, вот вообще Путин очень часто в последнее время делает такие антисемитские заявления, да, вот сколько раз он вспоминал в таком ключе нашего президента. Как вы полагаете, почему он себе начал это позволять, да, такого раньше не было? С чем связана такая риторика? – Ну, во-первых, он себе вообще позволяет все больше и больше. Надо сказать, что вот это такой образ хулигана из подворотни, он же был с самого начала. Вспомните, мочить в сортире. Ну, разве нормальный президент разговаривает таким языком? Конечно, нет. Но он же 23 года у власти. И он считает, что именно такая риторика, вот это, собственно, образ своего парня, который, если что, может и по зубам врезать, он заходит на рядового российского избирателя. А рядовой российский избиратель в глазах Путина, конечно же, такой пещерный антисемит. Поэтому, что называется, если в кране нет воды, значит, выпили известно кто, да. Это же, как бы, анекдот еще с советских времен. И этот антисемитизм тоже был еще с советских времен. Поэтому, если кто-то виноват в чем-то, то, конечно, евреи. Ну, это же, как бы, первое, что приходит в голову. И ему кажется, что эта риторика даст ему дополнительные очки вот у этого дяди Васи, который сидит с пивком, смотрит телевизор и говорит, а, наш-то правильно, он этим, понимаешь, израильчем ставил-то. А то раскладились там, тут нам будут какую-то гадость сделать. Причем, знаете, вот это, есть очень хороший человек, Марк Израильевич Гальперин. Известный активист, московский, и два года он отсидел за протесты. И вот у этих пещерных антисемитов общество Израильевич как-то вызывает такое вот, ну, я не знаю, как будто чеснок, который ты перед носом вампира провел. Да, у них прямо пена идет изо рта, из клыков начинает капать. И вот опять и Путин с этим Израильевичем. Ну, вот, да, вот он такой. И, собственно, ему кажется, что и в России достаточно большое количество таких людей. Но я хотела бы напомнить, он же человек малообразованный, этот Путин. Поэтому он, конечно, не помнит российской же истории. Когда государь-император перед революцией 17-го года пытался заигрывать с этими черносотинными настроениями, и даже, как мы помним, дошло дело до еврейских погромов, чем это закончилось правильно, Октябрьской революции. И самого же этого самого государя-императора большевики и расстреляли. Поэтому заигрывать с этими настроениями ни к чему хорошему соответствующего правителя не приводит. Но Путин историю эту плохо учит, несмотря на все их новые учебники. Знаете, ну, может, мне кажется, раньше он этого как-то стеснялся. Может, все меньше в России остается таких людей, перед которыми ему было бы неудобно, да? И вот остается вот только этот такой ядерный электорат. Мне кажется, что он и раньше не стеснялся. Если он и стеснялся кого-то, он стеснялся скорее международной общественности. А вот международная общественность его уже давно раскусила, и к нему относятся соответствующим образом. Поэтому он стесняться и перестал. Поэтому что, да, его будут снимать. А вот посмотрите, а вот я такой. Вот вам. И посмотрите, и бойтесь меня. Хотя, что называется, знаете, есть такая... В детстве я очень любила сказку «Три банана» или «Петр на сказочной планете». Там такой дракон был «Бойся, бой». И если ему... Он пугал кого-то, то он раздувался, раздувался и съедал, в конце концов, того, кого он напугал. Он говорил «Бойся меня, бойся», я помню, да, этот... Да, 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 да. Если говорит, что я не боюсь, то он, в конце концов... Он уменьшался в объемах, да. Меньше, меньше, меньше. Это-то мультик такой был. Но я-то еще вот такую сказку... По-моему, это чешская сказка. А потом советский мультик был про это. Но вот Путин, он на самом деле ровно такой дракон «Бойся, бой» и есть. Такую еще хотели с вами обсудить жуткую историю. На хуторе «Красный десант» в Ростовской области 15-летний подросток устроил резню в своей родной школе. Он пришел на уроки в маске, из-за чего у него начался конфликт с вахтером. Когда в ситуацию вмешались еще и родители учеников, парень достал нож, и вот в результате три человека получили ранение. Что интересно, в полиции подросток рассказал, что он юнормеец, и на него напали поляки и украинцы, а он защищал себя и свою родную школу. Как вы полагаете, это уже первые плоды уроков о важном и всего того безумия, что насаждают сейчас в школах? Российские медиа, конечно, сразу же стали писать, что он нас прямо на учете стоял, психдиспансерии. И, собственно, на мой взгляд, если вы разжигаете ненависть постоянно, вопросов ведь даже не в школе, а просто включить телевизор российский, посмотреть... Да, он выдал то, что на всех федеральных каналах, просто выдал. Конечно. Посмотреть Соловьева один раз, и вообще удивительно, почему сразу после этого первого просмотра Соловьева не берешь нож, не идешь на улицу, резать всех, кто на тебя косо посмотрел. Да, собственно, понятное дело, что чем дальше будет все это заходить, тем больше люди будут впадать в неадекватное состояние. И тут уже вопрос не в том, в каком состоянии был этот подросток. Таких может быть все больше и больше. И вот мы с вами говорили уже о тех уголовниках, которые будут возвращаться, и что там будет происходить, и как они будут наскакивать на тех, кто как бы не воевал, а они тут кровь проливали. И вот это тоже одно из тех обстоятельств, которые могут привести, в конце концов, к революции. Когда люди, понимая, что это государство этих уголовников на них, можно сказать, натравило, начинают уже с этим государством бороться. Так что все это лишь такие звоночки, которые нам говорят о том, что революционная ситуация в России постепенно приближается. Оперная певица из Китая Ван Фан, которая незаконно посетила оккупированный Мариуполь и спела о Катюшу на руинах драмтеатра, сделала такое скандальное заявление об украинцах. Она рассказала, собрала пресс-конференцию и рассказала о нацистах, о том, как они убивают детей, о том, что она, как мама, сильно от этого переживает и страдает. Вот получилось, что она просто озвучивала такие вот кремлевские методички, которые просто чуть под нее подредактировали. Как вы полагаете, вот что двигало этой женщиной? Вот это пение на руинах, где погибли сотни людей, потом вот эта пресс-конференция? Ну, надо понимать, что все-таки среди людей, работающих в кремлевской администрации, есть достаточно способные деятели. И обработать одного отдельно взятого, тем более иностранца, это не такая сложная задача. Посмотрите на этот ужасный фильм «Свидетель». Они что-то откопали где-то этого скрипача, который тоже нес какую-то совершенно дикую ахинею. То есть вовремя подписанный контракт хороший, правильно подобранные слова, какая-то вот эта постановка, которая вокруг сделана, натащить туда, ну, не такое большое количество вот этой массовки, которая будет нести всю эту чушь. Это тоже вполне такая с их бюджетами задача решаемая. Поэтому тут удивляться не приходится. Есть же, если смотреть на происходящее внутри России, сколько хороших актеров готовы что угодно говорить по указке из администрации президента. Да, понятно, и даже Путин озвучивал эти цифры, что многие уехали из России. Но ведь многие и остались. И те, которые остались, не молчат. Да, если там мы берем театр Ленком, которому в Израиле не дали гастролировать, только что Татьяна Васильева на главную роль вместо умершей в прошлом году Инны Чуриковой была приглашена. И что она там несла на этом забрании труппы? У Шевян. Поэтому... Мы помним ее скандальное интервью перед этим было. Да, поэтому, к сожалению, да, многие деятели искусства готовы действовать так, как им удобно. И это всегда так было. И это продолжает оставаться. Ну, я думаю, что еще и хорошие гонорары заплатили этой китайской певице. Конечно. Я с самого начала сказала, что сначала деньги, а потом вот уже под гонорар вся эта постановка, чтобы у нее был нужный эмоциональный фон. Популярный блогер российский Даня Милохин, который недавно вернулся в Россию, 11 сентября вновь ее покинул и улетел в Дубай. Два дня он всего провел в Москве. Такая была у него фотосессия на Красной площади. Ну, и все, да? И вот поводом для его отъезда могло послужить сообщение, которое опубликовала Екатерина Мизулина. Она написала, что блогер расстроил многих россиян и попросила Минобороны призвать его на срочную службу. Но здесь что интересно, да? Многие эксперты полагают, что это была, ну, вот прямо такая спецоперация кремлевских чиновников. Заманить назад в Россию вот таких эмигрантов, у которых есть какая-то аудитория в соцсетях. И вот на них строить такую пиар-компанию, что они возвращаются. Ну, вот получается, что профессиональные доносчики все испортили. Я точно знаю, не знаю, как насчет администрации президента, но я точно знаю, что такого рода вещами занимались представители спецслужб. Да, там некоторые наши политические активисты об этом рассказывали, что пытаются заманить их обратно в Россию. Поэтому, собственно, я не удивилась, когда появилась эта информация, собственно, чего-то подобного я и ожидала. Как раз это не слишком сильно случилось, потому что вот Даня Милохин, собственно, повелся, что называется, но не только Мизулина, но и Соловьев его быстро привели в чувство, что называется. Поэтому я и говорю, один раз включил Соловьева, и все, уже как бы все, все маски сброшены. Но получается, они испортили вот эту спецоперацию? Теперь и другие не поедут. Ну, просто мы не знаем до конца, какова именно была эта спецоперация. Я думаю, что они-то думали, что можно заманить, потом надавить, чтобы все говорили не то, что они думают, а то, что им напишут. А для этого нужно было именно устрашение. Поэтому то, что делала Мизулина и Соловьев, это был второй поинт, вторая серия этой операции по заманиванию. То есть сначала заманить, сказать, что все будет хорошо, потом напугать, а потом задержать и сказать, что мы тебя выпустим, если ты будешь говорить то, что мы скажем. Но просто он сообразил и убежал раньше, чем они сумели осуществить. Не-не-не, это все в планах как бы последовательные. Поэтому просто он вовремя сообразил, что разговаривать с ними нельзя. Единственный язык, который они понимают, это язык выворачивания рук, язык давления, язык запугивания. Свободный человек не хочет разговаривать на таком языке, поэтому он правильно сделал, что уехал. Да, может, если не сам сообразил, то может кто-то ему подсказал и очень вовремя это сделать. Спасибо огромное, спасибо за ваши комментарии, за эту интересную беседу. А зрителям напомню, Ольга Курносова, политический аналитик, была с нами на связи. Еще раз спасибо. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова